А кого долго качать, типа, просто вот как вчера я захватил, да и ладно. Ну, это прекрасно, я считаю. Да, но там есть другая проблема. Когда ты организуешь конфедерацию, у тебя вот этот вот параметр чести, который привязан к моей расе, он падает на сотку вниз. А так как у меня её и так было ноль, у меня там дебаф лежит по дисциплине и по контролю. Ну, пофигу, я объединю всю Бретонию, а потом уже... Там, короче, вот раз в неё одно задание, в одной неделе кидать, и тупо хожу, там сколько-то скину, с катакомб падает, заебись, вот там не выпал, блядь. И поэтому я вчера, например, на какие-то команды странные попадались, типа, смотри, дебафает, блядь, колодец, свой, нахуй. В смысла этого ивента, там один из колодцев, либо твой, либо вражеский. Типа, в зависимости от того, в каком колодце, в их колодце или в вашем колодце, больше конфет накидано. А конфеты фармятся прям посередине карты, короче, там бегают эти уёбки мелкие такие. Их надо бить, из них конфеты выпадают. Ну и вражеского героя, когда убиваешь, из него тоже конфеты выпадают. И вот ваша цель, короче, разрушить пять вражеских колодцев. Да, ну, в принципе, понятно. Но у них плюс-минус каждый год какой-то похожий ивент. Да, 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 да. И вот, короче, блядь, играли, вроде как, там, знаешь, херак, вроде, выигрываете, там, три колодца им разъебали, вам ни одного, и хуяка просто вам начинают все пять колодцев разъебать. У меня этот петух высадился. Ага. О, а это чё? А, понятно, он каждый ход будет это делать. А, этот город распарит. Да. Ну, ладно, сейчас будем разбираться. Но он будет это просто делать каждый ход. Угу. Ну, так как там не полная провинция, а просто один город, без ничего, по сути, пофигу. Да, по сути, да. Чего вообще бросить можно? Не, бросить смысла его нет, потому что я объединюсь там с этой провинцией потом, но сейчас. А мне этот говноед, Башкадав, опять он на армию ведет сверху. А, погоди, или это тот же? А мы же его не разбили, алё? Нет, это другое, он вторую армию повел. Сука. Ну, у меня не вариант, в любом случае, пока у меня третья армия не будет. А, вон он он! Он к Виссенбургу опять подбирается. Ну, на подземных тропах. Всё, этого я нашёл, ладно. Бля, Хельмберг, бедолага, скверняется. Он по полной программе. У меня ещё мятежник под городом. Беда. Ну, Альдорф-то, по идее, отдефается. Ой, Альдорф сейчас уже невозможно взять, с учётом того, что у тебя с каждым уровнем прокачки города растёт урон от башен и крепость стен, там его вообще невозможно будет развалить, по-моему. Ну да, ебать, на последнем уровне хуровой танк. Ну, вообще, как бы, по канону их всего восемь. Ну, восемь их построили, в смысле, а там целых их к концу осталось, ну вот, к событиям, которые сейчас происходят, типа, шесть, по-моему. Причём один из них, это не совсем танк, а скорее просто платформа самоходная, на какой стрелке стоят. Вот. Но штука могучая. Ты потом, когда её построишь, увидишь, развалить её просто пехотой невозможно в принципе. Вот. Её может развалить артиллерия, всякие чудовища, герои. Вот. А пехота вообще, вот, никак. Ничего с ней не сделает. Боровой танк классная штука. Это прекрасно. Хотя бы один в армии, блин, строго обязательный. Э, нормально, глянь. В принципе. Даже какие-никакие бабулесики капают. Единственное, я бы, я бы... А, надо 1100, да? Я тут прикинул. У меня в армию всё-таки надо таскать в основную три героя. То бишь колдуньи... Ну, на самом деле можно два. Вот. А Фрейлину, короче, оттуда убрать колдунью. Вот. Но вот героя, который просто рыцарь, вообще надо. Он тоже на коне. Он даёт бафы очень серьёзные. И, типа, сажаешь его, грубо говоря, пехота в одном крыле, там, дефается, там, лучники, мечники с твоим основным героем. А второго сажаешь на коня и с конными всеми войсками катаешь, типа, весело. Круто. Всем нравится. Так, ну, наверное, денег трясти я ни у кого не буду. А чё я и следовал? Лионез. А. А я не пошёл музильён брать, да? Ладно. Это потом. Ну, ладушки. В принципе. Как тебе. А ещё, короче, вот у меня же есть это ограничение по количеству войск. Оно увеличивается от количества городов захваченных. Вот. Прикол в том, что это влияет только... Ну, у меня, короче, есть две ветки развития экономики. Одна аграрная, это всякие усадьбы, мельницы и тому подобное. А вторая, типа, индустриальная. Вот. Индустриальная в чистых цифрах получается, типа, чуть хуже. Но за счёт спецстроений, которые увеличивают в процентах доход. Хочется, даже не доход, а процент выработки того, что ты добываешь. Увеличивается количество ресурсов уникальных. Типа, вот, знаешь, в городах там краски, соль, там, вот эта вот вся шняга. Вот. И, типа, короче, прикол в том, что, когда ты выходишь за лимит, у которого у меня войск, у тебя уменьшается до 100% доход от аграрной экономики. Ну, типа, прикол в том, что у тебя крестьянская армия, да, и вся пехота из крестьян. Вот. И ты, типа, если переваливаешь больше норматива, на полях некому работать. Вот. Короче, я почитал, народ пишет, говорит, можно вообще, типа, нахрен забить на аграрную экономику? По деньгам ты будешь нарабатывать меньше, но тогда у тебя тупо нет лимита на войска. Потому что тебе плевать на аграрную экономику, у тебя, типа, идёт механизация всё равно. Ну. Вот. По сути, у меня такт пехоты особой сейчас будет не нужна. Можно будет лимиты забивать практически полностью разными видами коней. Ну, да, почему нет, прикольно. Ну, при том, что сейчас у меня кони просто, ну, обычные, которые скачивают по полям. А там чуть попозже у меня пойдут всякие рыцари на пегасах. М-м-м. Вот. Тоже прикольная шняга с передовым развертыванием. Закидываешь куда-нибудь в тыл артиллерию порубать, там, ещё кого-нибудь. М-м. Пацаны просто по воздуху быстро планируют. Причём можно разместить их в таких местах, где лучники вообще стрелять тупо не могут. Там, над горой над какой-нибудь, например. Нихуя там здоровый хер был. Где? Да где-то на севере. Куда-то взять огромный. А, да это не огромный, он просто на телеге катается пока. Во-во-во. О-во, он поехал, он просто на телеге. Да иди-ж ты. А, не, во, я видел. Вон, трох огромный, ебать. А, это, это, трох. Это, вот с кем у тебя хуже всего отношения. Забыл, как он там называется. Зимний клык. Зимний клык, да, вот. Ебать, ну он огромный. А в бою он ещё больше. Он там огроменный такой хрен идёт, короче, молотком своим машет. Ебать, телевизор русский, понимаешь. Так, Павел, ты что? Ча? А как ты сходил так быстро? Чё ты делал? А чё, я войска перевёл и создал новую армию, всё. Кстати, слушай. А, это новая армия тут торчит. А, это новая армия тут торчит. Модный. Модный пипец. Костелян инженер. Костелян. Хе-хе. Два victoria. И нанимает он целый один отряд. Это просто прекрасно. Увелт. Сейчас я-то уёбка, блядь, разгибу на входе тут. Рогатого, блядь. Так, а это, кстати, смотри, блядь. Почему ж не подошёл к моему городу? Я пойду туда. Я пойду туда. Стоит на армию, блядь. Башкадаха как-то грёбаный. Леги. Да. Так, а куда делся этот? Чё пох... Да у меня рогатый тут гонял. А, вот он. Недалеко ты ушёл. Спасибо. А... Ой, я случайно, но... Они один хрен с тобой воюют. А, один-один. Я вчера тоже галку забыл снять. Блин, я случайно. Не-не-не, какой нахупал? Не-не-не, какой нахупал? Чё у него там вообще? У них нихуя нету, это бомжа даже здесь не особо ничего и не выиграет. Я здесь командую. Блин, ну герой у меня, конечно, так себе. Прямо скажем. Как колдун прикольно, а вот как поддержка так себе. Ну, не жили красиво, как говорится. Да, нет, конечно. Так, а оху, а у Муильёна там прям ой-й-й-й, много народа. Подожди, а в каком у меня городе... ...святилище этих дур построено? А, вот тут. Так, на следующем ходу твоим надо будет мне пойти заняться. Это, это опять просидело? Я не могу. Ну, да. Так. Я герой призвал. Его зовут Танкрет Ле Жюнглёр. Жонглёр у меня поедет, короче. Ну, неплохо, хотя. Жонглёр. Ты чё, это коруто в голос. Минотавры чудовищные пехоты. Да, Минотавры, кстати, кабинеты ломают очень сильно. Их там всего 12 человек в отряде. Но раскидывают они только в путь. Вот какие-то пехотные отряды, если у них нет защиты от натиска, от них просто отлетают в секунду. Они разгоняются, бьют рогами, раскидывают всех там вокруг себя. Короче, жизнь творится. Так. Ну, а чё, бабла у меня, наверное, ни на чё не хватит. Это кажется. Мне надо 5000 копить. Я служу Сигма! Гизоро. В принципе, можем сейчас сделать ход конём. Я разобью Музельон у себя тут внизу. И могу пройти, вот здесь у нас есть второй перешейк. Нигде у тебя Хельмгард, а где у меня Гизоро. И прийти к Грюк Цинту. И осадить его. Ну, было бы неплохо, да, этот вопрос решить. Потому что он уже уебался доходить. У меня тоже доход чуть-чуть просел. Блин, слушай, а мы сейчас моему своим позначаемым ебаву разберем? Ммм, блядь. Да не, чё, шансы какие-то станды потадут. А, ты всё с этим пытаешься? Да, да вроде бы её можно. Да, блядь, это он урок, ёбаная вещь, ушёл, когда у меня вторая армия стояла. Парни, сейчас скажу, ну, правда. Блин, ну, шансы странные, потому что у тебя тупо пехота, а у него там дофига быстрых отрядов. Он тебе будет просто разводить, а ты их не догонишь в жизни никогда. Погадя, а ты с ним воюешь, говорю. А, нет, ну, пофиг, рогачей можешь со всеми рогачами меня в войну звать. Всё это, а то он стоит твоё бак накидывать, хуйню свою ебаную. Они у меня так и так, они рессуются у меня под боком, так что, боже. Мне всё равно с ними воевать. Ну, люди, кто нападает, ну и добить тебя нахуй. Ты как раз твоя армия ещё достает. Блин, призвал. А какие моя, это гарнизонная? А, там у тебя и гарнизонная армия. А, он в этот параулок побежал. Да, да, да. Нормально. Ну, могли, так сказать, братишкам из империи. О, ты мне уровень, кстати, принёс. Ну, отлично. Нормальная тема. О, повезло, повезло. Да, 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 да. Обназорный, журналист, манг, ополченец, солдат. Ой, в натуре, а буду я качать этого героя, как... Убивца. Ага. Так, и два уровня, кстати, на них поднял, неплохо. Где я? Элиты империи, нихуя тут какая-то. Дикольно. Так. Блин, ну, конечно, в Мариенбурге пипец гарнизон. Да, там шопа полная какая-то. Ну, можем, кстати, консолидироваться. Типа, подойдёшь потом, ну, Грюхцинт я возьму. Ага. Подведёшь там две армии сюда, и в три армии мы, типа, штурманём. Ну, ладно, это потом. Сейчас пока прям очень сильно не горит. Сначала тут порядок надо навести. Блин, ну, танкред или жунглёр, это, конечно... О, теперь у меня мой император на Пегасе хуярить будет. Ага, да, это, кстати, очень полезно. Ты увидишь, насколько мобильность тут вот решает. Особенно в армии, которой нет мобильности. А потом, когда он сядет на своего гиппогрифа, там просто забей. Он, конечно, выглядит, у него очень странная моделька на этом Пегасе. Вот, но когда дойдёшь до гиппогрифа, вопрос решится. Потому что это там, кроме того, что он сам будет молотком стучать по пацанам, там гиппогриф будет скакать, раскидывать всех по кругу. Плюс он очень быстрый, пипец. Как я вчера орал. Ополченцы говорят, ну, в принципе, это те же крестьяне, только в цветных портках. Так, короче. Не знаю, просто, блин, ну, кроме того, что я люблю эту вселенную, мне дико доставляет количество механик, которые сюда завезли. И что они у всех тупо разные. И как они друг с другом взаимодействуют, это тоже, конечно, пожар. Вот прям берёшь любую абсолютно фракцию, и они, мать его, кардинально отличаются друг от друга. Во всём. Начиная от войск, заканчивая тем, какие у них вот именно игровые условности, и там доп. механики. У меня вот с этой честью, у тебя с назначением на должности, этого нет ни у кого, тоже больше, только у тебя. О, хорошее соглашение. И я слышу твои дипломаты. А, я в дипломатику, кстати, не ходил. Сука. Отказывается. Оборонительный союз. Ага, понял. Их предложение 200 монет. Ты охуел. Давай, боже. А, ну, в принципе, можно сейчас будет с Лионесом конфедерацию. Отлично, я как раз с ним торговый договор заключаю. Да, красава. А Бастонь я захвачу. Вот как я сделаю. И останется только... Сам якобы король Бретонии. О, торговый король. Достижение. Я ходов 10 назад его получил. Я не могу слушать, но мой час очень短. Я тут вызывать пытаюсь на эту ебаной хуйню. Не, ну, на самом деле, да, тебя пушат в разные стороны. Это, конечно, пипец неприятная история. Ну, выстоял в воде, в алюминии, блядь, даже что-то строится хотя бы. Хоть и разрушается. Да не, это нормас. Тебе главное, вот, раскачать провинцию свою основную, вот, на какой ты сидишь. От нее прибыток будет очень большой. Ну, в идеале, еще Маринбургскую провинцию. Там два города, все. И вот этот вот, если пятак у тебя будет, короче, у тебя проблем с баблом не будет вообще. На остальные провинции тупо можно забить. Они, кстати, скорее всего, сгорят все. Потому что, как бы, хаос, он не захватывает, он тупо идет пинать. И они сжигают города. На месте сожженных городов там тотем такой ставится. Вот, и он вокруг себя скверну хаос распространяет постоянно. Причем очень быстро. Ну, на самом деле, просто сейчас копишь войска потихоньку и готовишься к тому, чтобы в какой-то момент, там, двумя-тремя армиями воевать. Потому что мы будем воевать тоже против двух-трех армий одновременно. Там, ну, по сути, главная задача, короче, сейчас не выполнять цели кампании, а дождаться, пока придет Архаон там с корешем. Вот. Раз на раз его развалить. А он будет идти плюс-минус как раз на нас. Ну, то есть, в кампании он идет всегда на тебя. По прямой. Вот. Должна, пока он придет, развалить. И после этого уже можно делать спокойно кампанию, потому что перестанет бесконечный спаун Хасито. Останутся только те, кто есть. Понятно. Ну, не знаю, я первый раз проходил за нежить. Вот. Это было вообще дико смешно, потому что я набрал тупо две армии из призраков. Это была драка инвалидов, короче. Призраки сами не очень много дамаги наносят, но и по ним в домах не влетает, потому что они бесплотные. Это, короче, это, блин, это смешно, пипец. Плюс у меня телега была, которая призраков поддерживает. Вот. И это просто на два часа драка. Они меня убить не могут, ну и я их не перемалываю. Вот. А плюс с ним там идет подсос, который мега колдун. И у него там сплы такие очень злые, прям. Прям очень-очень злые. Вот он призраков там прям нормально расхидывал. С другой стороны, в твоем случае, можно их всех просто с танков перестрелять. Так сказать, устроить курскую дугу. Вот он, здоровее. Да, да. Он один целой армии стоит. А у хаситов, кстати, не знаю, как будет в этом кампании или нет. Он не каждый раз спаунится этот чел. Будет такой, типа, как он, холик санциет он называется. Ахроменная чертила, короче, гораздо больше вот этого тролля. На четырех ногах, похоже на кентавра, только с рогами. Не дайте. О, просто бешеный. Племя Алых Рогов закончилось. Так, ну че, так, давай сейчас сразу по дракам, паблик, че там, кого буш кинать. Момент, если дотянуть, то буду. Давай, смотри, потом будешь остальное все делать, сначала драться. Так, подожди, это просто музильон, да? А, он ее захватил. Твою мать. Все, я, короче, попутал. Я, блин, попутал. Так, нет, все, тогда драк не будет. Все, давай. Так. Продолжение следует... 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 ну короче сейчас если мы здесь проект скорее всего проигрываем пойдем уничтожать гном нет не там есть разрушать они немножко не арийские хотя сейчас знаешь что посмотрим может быть мы как-нибудь их в лесу примем давай-давай-давай-давай-давай кто у нас рыцарь и королевство ударные всадники а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Другое дело, что у него стрелки, короче, по-моему, любые у гнома, у них нет дебафа на драку в ближнем бою Добавил субтитры DimaTorzok 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 да он не может их видеть а он перестраивается смотри блин на то я уже чет немножко чуть штаны не наделал не по-рыцарски конечно но страшненько но в принципе смотри если он сейчас пойдет вот тупо в лоб вот так не пытаясь охват сделать что можем мы охват сделать лишь бы пацаны и вот эти вывезли ну чат посмотришь просто куда у тебя в этот куда рыцаря кинуть имеется виду этого героя блин мне кажется он сейчас зайдет в лес крайним отрядом и увидит рыцари вот этим ладно с другой стороны гномы супер не мобильные мы от них ноги то уйдем всегда мы кстати пешком этих убежать можем как делать них и у них есть отряды которые прям очень мощные и очень быстрые но обычно это голожопые мужики у них там есть забавная шняга типа те кто короче либо они исполняли ну короче те кто не следили за базаром и эти обиды короче прощали или тут вообще совершили такое вот прям антигномии идут в слэйры и у них как бы одна дорога только вперед ногами одни тупо ищут ну чтоб сдохнуть в бою короче у них это главная задача и цель жизни чтобы ими обелить поэтому снимают все доспехи бреют башку оставляют аракист идут голожопыми с двумя топорами в бой но они такие лютые ребята с бафом на уничтожение всякой большой монстры блин они поворачивают в этот лес не он не должны с такой дистанции на самом деле ты может уже подводил вот ту дальнюю пачку в соседний лес начнем посмотрим главное короче фишка в чем вторая армия у нее не успеет подтянуться до начала сражения вообще никак они даже при желании не добегут а вот мы можем тут поразвлечься ну короче я щас по старой схеме попробую сначала лучников отсечь а потом мы подумаем тем более все ученики идут по моему флангу по моему они топорники и стрелки такие пистолетчики но я потихоньку по лесу пошел ну пошла вот так ночью берем разбег тогда из леса а выдвигай мечников наверно из кустов из всех так а герой 2 него там тоже вдалеке только топает но герои кстати у них очень плотные даже не знаю есть мысль героя на героя выдвигать наверно пусть лучше герой месяц так типа героев если чё потом мы так замесим теперь поехали все мы мчим берем разгон а он гля какой сразу переключился на стрельбу по коням но тоже хорошо по тебе не стреляет за другой стороны да блин а больно стреляют пипец ты посмотри так ну в принципе я всех стрелков на себя взял возможно конечно сейчас кони все полягут в этой стычки но во всяком случае они по тебе не стреляют ну да да слушай коней они режут прям это в рукопашки ну попробуем врезаться у них ну буду просто их раскидывать кататься лед с разгону да не по рыцарям пожалуйста их и так осталось пять человек попробуем выехать из браки еще может напоследок в кого-нибудь пилиться блин вторые отряды подходят бородатые отстаньте бля бегут на своих коротких ножках за конями да нет скажите нам сейчас просто по щам дадут они видишь еще из-за того что упрямый у них мораль не проседает практически тоже дерутся почти до победного вот я разбил практически два отряда этих стрелков у него а толку на самом деле не очень много у них там осталось по 10 человек но они продолжают драться и стреляют они кстати очень далеко и ну а конечно тут кручусь конями как как могу но коням габелла определенно они убили ну ладно ща побазарим с новым перейдет основная армия в принципе знаешь доход сейчас увеличится в конце концов еще вот он просто пиздец конечно же смотришь статистику ей бу ну армии с бомжей чо это ж блин ополченцы ну все это конец режим кто остался в принципе там лучники в упор еще он мужиков с кирками тоже наяривает с другой стороны там вон один из героев гномов посреди лучников да да то и дело что я его не могу ничего восстановить а а без пан даже пытаться ну короче с гномами могут поспорить вот в рукопашке ну карл франц и архаон хайстинки ну у них очень сильные герои они тупо в рукопашку драться их проще игнорировать на самом деле типа если разбил всю остальную армию то и он отъехал не разбил армию то проще его проигнорировать и воевать с армией ну нет ну знаешь в принципе мы до чего в принципе мы 500 человек все нарезали хотя кажется что вроде бы и подрались ты так плохо не успеют даже клином построить я просто ору вот здесь короче просто тупо целый отряд любит долгую среди них пять гномов но они плотные но опять мы воюем бомжа дней вот пишу мы реально воюем тупо бомжами я пожалел не стал сразу боеводить надо было сразу кидать в бой он стоял просто мораль делал не нужно типа предгорный может тут есть некоторые провинции где допустим столица в горах а это вот базовый пехот стрелков таких которые ну вообще у них типа это основных арбалет и стреляют но плюс минус у вас получается одна из самых больших принципе у тебя есть мужики но они стреляют не так далеко как арбалетчики зато с бронебойностью ну и выбираешь тип чё тебя брал за империю больше нормально игрался но как бы стрелки такие которые с ружьями тоже вполне себе имеют право на жизнь блин а это у них еще не артиллерийских орудий ничего нет да причем герой с концами отъехал так нам по шкате давай давай да 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 вот да 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 Продолжение следует... 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 Ни хуя тут. Парни и герои. Срок лечения ранок. Честный порядок. А то у него тип ебать стоит, но этот воин жрец. А у него, короче, оказывается 4 плюхи и ебать выпало. А я их до сих пор не юзаю. Прикол, блять. Ну, забавно. Да. Так, избыток населения идёт. Скверно уменьшается. Здесь вампиризм уменьшается. Ну, в принципе, всё заебись. Файдольф перестроить тут ещё надо, пиздец. Ладно. Ну, в настоящем ходу будет ещё одна конфедерация. Угу. Может две даже, кстати, если повезёт. Так, ну всё, сохранил. Можно разбегаться. Да, ну давай где-то через часок-полтора. Да, я, наверное, даже выходить отсюда не буду. Да, окей. Ага. Всё, давайте. Удачных плавников. Борячки. П� near не быть. Оу. Воев? Вы ходите. На 내일 leather毛инарбrando. Удюро. Она не манты. Продолжение следует...